Друзья, добрый день, на связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ-эксперт. Спасибо за то, что смотрите наши обзоры, за то, что следите. Первое, что хочу сделать, это поздравить вас с наступающими праздниками. Дальше, по поводу сототчетов, они задерживаются, поэтому в обзоре их не будет. И по поводу волатильности, новостей, по поводу статистики, этого всего тоже на этой неделе практически не будет, поэтому особо на волатильность рассчитывать не стоит, а это основное, на чем зарабатывают внутридневные трейдеры. И следуя из этого, лучше потратить время на анализ своих сделок, лучше прогнать на симуляторе свою стратегию, тактику, посмотреть, как она отрабатывалась, выработать, заметить новые какие-то факты, на которые стоит обращать внимание, новые элементы. Вы плюс также можете проверить гипотезы, на которые раньше не хватало времени. Поэтому я вижу как раз смысл отказаться на ближайших несколько дней от внутридневной торговли, так как она будет, по мне, не очень интересной. Сосредоточиться либо на анализе, аналитике, анализе, либо на среднесрочных позициях. Теперь, что касается рынка. По европейской валюте, как и по американскому доллару, все остается в рамках боковика. Цена стоит на месте. Я считаю, что в среднесрочной перспективе все-таки дисбаланс монетарных политик, он будет давить на евро, и евро будет снижаться в уголе к отметке 1,1. 1,11, где-то в этот район, но это уже будет со следующего года, ближе к марту, скорее всего. Там как раз ФРС планирует поднять процентную ставку, а ЕЦБ только-только будет задумываться о сворачивании программы стимулов, но они параллельно наращивают еще программу обратного выкупа. В ближайшее время планирует, по крайней мере. Сырьевые валюты чувствуют себя прям отлично. Что австралиец, новозеландец, канадец, все, оно чуть-чуть, понемножечку двигается вверх. Конечно, на текущий момент новозеландец пока окажется более сильным, он лучше устоял на предыдущей неделе. Австралиец еще имеет потенциал движения, потому что хеджеры понемножечку подкупали его на предыдущих неделях, и у них достаточно серьезная лонговая позиция. А новозеландец только-только начинает накапливаться. По канадцу есть небольшая, ну, есть серьезная зависимость с нефтью. А по нефти там, ну, лично у меня не самые яркие перспективы, поэтому среди трех сырьевых валют я бы на первое место поставил новозеландец лонг-приоритет, на второе место австралиец лонг-приоритет, ну, и на третье канадец, там уже такой более слабый лонг-приоритет. Если нефть попрет, то и канадец попрет. Если нет, то лонг-приоритет отменяется. По всем трем валютам, почему они стали так вдруг интересны? По той причине, что они раньше начали ужесточать монетарную политику. Соответственно, те фонды, те трейдеры, которые занимаются керри-трейдами, они используют эти валюты для своих сделок. Это первое. Второе. Сырьевая инфляция, да, инфляция, рост цен на сырье, это на руку таким странам, потому что они в основном экспортеры, да, и это им на руку. Вот. Если по валютам все, давайте дальше. Дальше у нас золото. Золото отрабатывает свою сезонность, золото переживает новый виток спроса со стороны институтов, потому что доходность по облигациям не все ниже, она достаточно низкая для того, чтобы много покупать облигаций. Это будет не совсем корректно с точки зрения риск-профиля. И за счет этого привлекательность золота, она чуть растет. Поэтому я считаю, что лонг-приоритет по золоту стоит и дальше удерживать, сохранять его. По поводу нефти, она как раз вот подходит к области лимитного сопротивления, да, там где-то в районе 75 долларов. Вот. Соответственно, я жду точку входа в шорт, буду работать на продолжение вот этого первого импульса. Фактов, факторов, которые будут влиять на это, достаточно много. И США наращивает добычу, и Omicron влияет сейчас на настроение инвесторов, многие авиакомпании отменяют свои рейсы. 50, а, 46% всех рейсов только осуществляется. 46% это мало, как по мне. Еще один из факторов это то, что люди начали меньше передвигаться во время праздников, да, меньше к родственникам ездить. Это тоже влияет на баланс спроса предложения на рынке нефти. В сторону как раз предложения становится больше. Поэтому на рынке нефти, как по мне, профицит, и он в ближайшее время будет сохраняться. Таким образом, это будет давить на котировку нефти. По фондовым индексам все спокойно. Фондовые площадки практически не будут торговаться на этой неделе. Торгового особо не будет, поэтому я не жду каких-то резких движений, крупных объемов. Я думаю, что мы таки будем оставаться в рамках диапазона. Вот мой любимчик на ближайшее время, это Dow Jones. Я считаю, что он и будет, он будет лучше других перформить в ближайшее время. Всем хорошей торговой недели. На связи в Телеграме. До встречи на нашем ближайшем стриме. А также помните о скидках от команды ТВТ на все продукты. 22% скидки. Не стоит ждать самого последнего дня, потому что последний день 8 января, лучше сразу себе забронировать эту скидку заранее. До встречи на следующих стримах. Субтитры создавал DimaTorzok